Даже после первой части, все обычно заходят в жюри, и есть какая-то такая пятиминутка, когда каждый льет эмоции, мысли. И причем, что мне всегда казалось, будто жюри пытаются друг друга переубедить. Ну, Пол, ты слышишь от кого-то, не понравилось, а тебе нравится? Ты такой, да нет, ну, послушайте. Но в итоге оказалось, что всем скорее важно просто сказать свою точку зрения. И не всегда, возможно, жюри хотело бы слышать мнение другого жюри. Но после второй части Экита, во-первых, первая фраза — это обсуждение начнется позже, понимаешь, потому что все такие на взводе. Во-вторых, я могу поздравить Экит, они вызвали, наверное, самое жесткое чувство у жюри, когда... Ну, я поставил оценки сразу, но жюри в большинстве своем не смогли даже сразу понять, сколько ставить. То есть обычно, знаешь, ты как-то понял, там, ну, может, тебя смущает общие впечатления, ты такой, ну, первая там что-то где-то, может, не 20, где-то, ну, уже как-то паришься. А тут именно все сели и такие, давайте думать, что нам делать. У нас с стариками тоже самое было, понимаешь? Ну, от нас ничего не зависит, но мы на один одного смотрим, как правильно на это реагировать сегодня. Что происходит? Так, а мне же, взагалі, я же первый раз на концерті своей команды. Из зала. Из зала. Первого разу, потому что была пандемия, и тяжело было сегодня, ну, саме через причину профтику, понимаешь? Когда я провез через то, что там инструменты не налаштованы, ты такой, ну, я не знаю, это, мабуть, очень тяжело. Типа пофиг, да. А когда просто не зарендерили видос, то трохи стает неприятно. Ну, ты испытывал не чувство же кринжа, ты испытывал, скорее, ты переживал за них. Ну, так, звісно. Ты больше парился. И мне кажется, что сегодня, Никит, благодаря... Тобі. Скорее, благодаря второй части, началу, шикарному началу, мне кажется, все зрители, скорее, не кринжували, а переживали. Значит, типа, давайте... Потому что уже вони показали, что у них все добре. Что у них все хорошо. Блин, стем просто... Да вообще все, мне кажется, все классно. Я тебе гарантирую, и видос, не будь вот этой всей историей, будь он вторым, как он стоял, я тебе гарантирую, все бы съели вообще. Так, це правда. Ну, можно, конечно, говорить долго о работе над ошибками, но мне кажется, что основная фишка студвесны, она заключается в этом часе на сцене. Она не заключается ни в пост, ни в кубке поднятом. Весь кайф вот этот час прожить, выйти, кайфануть. Я не знаю, сколько вы будете говорить об этом. Мне кажется, ну, сегодняшнюю ночь, завтрашний день... Да, 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 которая жила. И знаешь, вот когда Вагон там что-то сидел, говорил о том, что ошибки, которые приводят тебя к успеху, мне кажется, вот так создаются тренды студвесны. В 2012 году мы не успевали написать визитку, прям не успевали. И мы подумали, что делать, и у нас в команде был Коля Лебедь, наш капитан. И Коля говорит, давайте просто сидеть на сцене, и типа, что-то делать. Просто будем сидеть, именно сидя. И мы показали визитку, что 20 минут, когда у всех было там 7-10. Мы 20 минут реально сидели под песню «Максим, знаешь ли ты». И когда потом нас обосрали, сказали, что это кринж, а не визитка, ну, она была смешная, все классно, мы получили хороший балл. Но жюри такие, это кринж, это, ну, тогда еще не говорили кринж, тогда, наверное, нам стыдно было, нам долго. Позор. А в итоге потом тренд сесть на пол под песню «Максим» остался в студвесне на всю жизнь. Ну, так, на тусовках каждый раз. Каждый раз заканчивается это. На дебюте первокурсников уже всех. Ну, не мы инициаторы, понимаешь, не мы первые сказали, давайте сядем и послушаем песню «Максим». Оно как-то само прижилось. Вот, возможно, сегодня мы увидели пример того, что теперь будет прикол, как тянуть время, знаешь, еще ильдовидосы. Может, команды про это подумают теперь. К апрелю, да. К апрелю, если это все не угаснет. Блин, мне это, до речи, подобается. Знаешь, что, когда, зазвичай, происходит с тут весна, и все весь травень говорят про то, как они будут наступного года. А потом за лето это все проходит. Да, ну, на следующий же день уже. Ну, нет, ну, там у нас были люди, которые, типа, червен, и они, мы уже пишем первую часть. А теперь реально, понимаешь, прошла студосень, и уже работа над помилками, меньше интервал, и реально можно сейчас сидеть и что-то сделать уже до... Мне кажется, всегда мешала сессия. Вот я, как человек, которого дважды отчислили за незданную сессию, я уверен в том, что студвесне мешает сессия. Это правда. Потому что, когда ты в апреле отбомбил студвесну, ну, благо, если не выиграл, ты такой, сейчас будем что-то делать. А потом все по чуть-чуть такие, у меня модуль, у меня пара, у меня экзамен, ой, там, курсач, еще что-то, диплом, не дай бог. Шесть бегунки. И оно все вылетает. Оно вылетает, потому что ты начинаешь париться о другом. И вот взрослые люди, которые приходят на студвесну, это люди, у которых куча проблем за спиной. Они живут с какими-то проблемами, проживают их каждый день, дети, жена, не знаю, развод, ссора, все что угодно. И они, когда приходят на студвесну, почему все так не любят грустные номера, особенно жюри? Нет, залу, да, особенно студентам, им прикольно посмотреть, знаешь, что-то типа мысль. Какую-то там, типа первая часть, в которой, как была там, монолог был, моноспектакль был у ИМО в этом году. Когда ты сидишь, понимаешь, что он поднимает вопросы, которые ты прожил 10 лет назад. Ты уже ушел от них. Но зал, типа, вау, крутая мысль. И вот когда жюри приходит и надеется, типа, сейчас я сейчас забуду обо всем, что есть за спиной, о своей жизни, просто кайфану. И когда тебя наваливают на тебя какую-то грусть, начинаешь очень сильно не хотеть смотреться дальше. Как сегодняшняя первая часть. Ты дивишься на ней, такой, ой, он больше вытрачает часу на работу, а не на девушину. Блин, ну, значит, вы не можете. Значит, нет приоритетов. Так, вы не можете просто вести стосунки, просто расходьтесь, все, кинець. Но они такие, блин. Мы боремся. Мы боремся за них. Максимализм какой-то. Да, да, безусловно, потому что они смотрят на эту проблему пока еще со стороны, когда вроде как расчет на то, что оба решат эту проблему, знаешь. Или кто-то один, но справится. А в итоге, на самом деле, как показывает практика, если ты не расставил приоритеты, значит, ты не прошел переоценку с ценностями, значит, ты просто еще не готов. Тебе просто это не нужно. И как бы не хотелось бы, конечно, сейчас уйти в какой-то серьезный философский подкаст, который мы сейчас заденем в вечные темы. Но сегодня первая часть, она, меня она убила музыкой. Вот, чтобы ты понял. Меня настолько эти четыре квадрата однообразных убивали, потому что, а почему она заиграла в самом начале? Я думаю, ну все, сейчас рак, смерть, ну. Блин, гарнизон, гарнизон, майстер музыки команды ЯКИТ приходит до них перед концертами, каже, ставьте right here, right now. На контролку первой частины. Ну, неважно, какая первая часть, она просто дуже клево нагнітает, поступово, и они просто этого не сделали. Они вставили на контролку, музыку, яку потім використовывали как отбивку на первой частины. Это, в целом, для меня. Ну, в этом плане, да. Нет, есть какое-то правило, там, и в театре есть правило, что фоновая музыка до начала спектакля, там, если она есть. Опять, в молодых театрах, наверное, музыка есть на фоне. Но вообще было такое правило, и у нас такое правило было, и всегда нас этому учили, что если у тебя первая часть веселая, ты должен перед первой частью ставить на фон веселую музыку. Если она у тебя грустная, ты должен поставить веселую, а после нее уже короткую, грустную, чтобы народ быстро перестроился и понял, что происходит. А если ты полторы минуты валишь грусть, а потом такой, начинаешь сцену с шутки, ну, я не знаю, а кто будет смеяться? Все уже настроились на другую волну. И вот мне кажется, когда выходит команда, и ты видишь в глазах музыку вот эту грустную, я не знаю, как можно начать веселиться. И вот эта вся первая часть, она для меня прошла под таким девизом, неужели все так живут? Блин, у них, у них, они зібрались с друзьями, и у них тільки мафия и Элиас. И им так скучно. Так нудно им. Типа, айтишники, они же не так отдыхают. И они не так отдыхают, они не так отдыхают на этой работе, айтишники. Тих айтишников, которых я знаю, они работают 2 часа на день, и потом они занимаются чем хотят, ходят на рейвы. Вот у нас с Пушкиным об этом и была мысль. Когда мы увидели пацана, который такой, я вот этот, мы все работаем с айтишником, мы знаем, что айтишник, он по таску работает. У меня есть дедлайн, я в него успею. Как это будет, неважно. Сегодня, чтобы он сидел там, и вот мы заподозрили, странно, что на дядю пацан так работает. И вот Пушкина это смутило, и когда вот потом оказалось, что у пацана стартап, он такой, вот я разгадал теперь. Теперь понятно, почему он так валит. Безусловно, вера в свой проект, когда ты открываешь свою шаурму, я уверен, каждый человек, который открывает шаурму, он, наверное, сначала ее и крутит. Ему еще, знаешь, что нужно было сказать, что он этот стартап делает, чтобы купить квартиру в Киеве. Тогда все такие, точно, это единственная мотивация, которая у Киеве работать на высокоплачивание работы. И знаешь, вот эта вот история, мы же все знаем, что айтишники в данное время считаются самыми богатыми, агрономы самые богатые, медики, а третьими идут айтишники, что айтишники богатейшие ребята. Юристы еще до них. Ну, это уже больше к еврейской движухе какой-то, потому что почти все юристы евреи в какой-то степени, наверное, в этом есть прикол юриспруденции. Но когда ты смотришь на айтишников, в основном, я тебе признаюсь честно, я когда веду корпораты для айти-компаний, я иногда поражаюсь, ну, какие девушки гуляют с айтишниками, знаешь, иногда это соски какие-то. Ну, то есть ты понимаешь, что там, он ее взял, не знаю чем, он хороший человек, скорее всего, но явно понятно, что кошелек у него достаточно толстый. И когда вот ты здесь видишь айтишника, который валит, а у него подруга, которая, ну, она там, я не знаю, ну, из-за мелочи знает там, типа, сколько он приносит домой денег, знаешь, чтобы она вот так, типа, эй, не бери трубку, давайте будем честными. А давай еще будем честными, айтишникам часто не знаю, если им звонят в нерабочий час. Вообще, они могут в телеге месяц не отвечать, ты ему пишешь там, ты сделал там, нам надо было исправить код, он просто, я помню, что такое работает, а тем более, что он еще из UX-сферы, то есть он там где-то как-то связан с продакт-дизайном, а дизайнеры, особенно вот UX-UI-дизайнеры, это вообще проблема. Это когда-то он рисует тебе сайт, ты ему говоришь, ну, вот так, вот так, он такой, ну, это займет две недели, знаешь. Потому что, ну, вот у него сейчас нет времени. Поэтому, конечно, какая-то ложь просматривалась, но эту первую часть ты так быстро отпустил, когда началась вторая, когда выходит 50 человек или сколько там их есть, я не знаю, мурашки по коже, ты такой, о, студвесна, вот она. И опять-таки, конечно, наверное, ну, эта мысль будет, я хотел бы о ней сказать в конце, но, наверное, лекала, по которому делается студвесна, уже очень сильно устарела. Вот эта коза, по которой все делается, она уже достаточно неактуальна. Синхрон трохи выдаётся, типа, ты никогда, если ты не был на студвесне, и перед тобой просто выходят люди и начинают разом танцевать с синхрон, ты такой, а что это жанр? Так, да, всем привет, это подкаст студвесне, в гостях у меня Лёша. У нас небольшие изменения. Почему я, он у меня в гостях, потому что, скорее всего, я буду очень много говорить, знаешь. Если так, в целом, я бы, наверное, сказал, что когда выходит толпа и танцует, ты как студвесенщик кайфуешь. Ну, ты такой, вау, динамика. Действительно, для обычного зрителя это был бы вопрос, это открытие, тогда хотелось бы видос, в котором добро пожаловать, там. И вот это, ну, опять-таки, понимаешь, уже 50 человек, которые танцуют под стробоскоп синхрон, это с меня смеялись, с моего института смеялись в 2013 году над тем, что мы танцуем под стробоскоп. А когда 2021, ну, вот, опять-таки, всё круто, классно, но как будто хочется, чтобы люди делали то, действительно, что они хотят делать, а не то, что они увидели где-то в Ютубе. И как член команды ИКИД хочу тебе сказать, что синхрон на початку это уже такая штука, которую все хотят делать, потому что это такий тимбилдинг, когда вы на девятом поверси просто в этом холле стоите, гец-гец, стовбом пил стоять, и еще приходит какая-то голова студради, выганяет вас, а вы такие, у нас тут весна. А еще круто, если когда-то есть бревно, знаешь, которое не может танцевать, и он становится лучшим до концерта, что он начинает нормально танцевать. Это не про Бодю с Каськом, я посмотрел, он именно единственный, знаешь, когда 50 одинаково, но 49-й, сука, вот он один. И за ним еще стоит 4 человека, которые явно по нему равняются, знаешь, ты видишь, в какой-то момент край начинает отходить от всей основы. Вот это сегодня это было. Бодю с Каськом еще в иншому танце брав участие. А в том танце он был прекрасен. Вообще, вот второй танец, опять-таки, Дагдотерс, музычка. Блин, кайфово, когда молодежь, даже вопрос не в молодежи, наверное, кайфово, когда ты на студвесне слышишь музыку твоей страны, а не слышишь иностранную, потому что все привыкли, что она лучше. А знаешь, что я тебе еще скажу про этот танок, вони мне сказали, что это не заплановано, но этого года, 150 лет, с дня народа Леси Украинки святкует Украину. Пожалуйста, вот тебе и Мавка. Мавка, так, ну, мультфильм Мавка же выходит на эту тему. Да, я в Сильпо видел рекламу. Да. Или где-то. У меня скоро выйдет бит на канале Камедюрум контент про... Про Мавку? Не, про Леси Украинку, до речи. Ну, про то, что Украина святкует. И у них танок на эту тему. Я такой, ну, жюри, если знают, они точно должны... Да, кто-то из жюри сказал сразу. Понятно, что я там, я сказал, смотрите, это Дагдотерс, послушайте, это украинская музыка, потому что они сразу там в жюри поняли, что это... Пушкин сразу зашазамил. Причем, что ты понял, очень смешно было, когда он зашазамил основной трек первой части, вот этот из ТикТока, а это какой-то индийский исполнитель. И там он называется, исполнитель там Арама Васауле, а название песни написано на индийском языке. Понял? Ну, то есть ты его не озвучишь даже. То есть невозможно в караоке эту песню заказать, потому что ты, ну... Ну, дивлячись, в якому караоке. Да, в индийском. Те, які у нас тут на Науме же открываются. Ну, там, да. Блин, а мне... Не индусы, не индусы. Офтоп трохи, блин, так люблю в Нанау приходить в какие-то заклади, типу Цезарь, где можно заказать Маклюбе, Баба Гануш. Ты такой, вау! Все, что хочешь. Ну, цього нигде нема. А потім я одного разу зайшов в Моншер на Ярославовом Волу. А там ті самі страви тільки на 100 гривень дорожче. Да, причем без той же картинки ті же. Так, і публіка така сама. Слушай, у нас був Лінос. Не знаю, є ли він ще? Так, не знаю, зараз немає, але я пам'ятаю. А вот в наше студенчество Лінос-то було спасенням. У них було блюда. Це вообще-то спасення. Знаєш, коли ти не жреш два дня і за 100 гривень. Ну, не то, що нет ни денег, ні времени, ні можливості. І ти приходиш в Лінос, а в Ліносі стоила була вермишель с фаршем. Ну, типо болоньезе, але називалась макаронами з мясом. Понял? І це стоило там, що 72 рази дешевле, ніж все, що там є. І приносили именно таз, просто вареный макарон і немного фарша, знаєш? І ти вот це блюда, його можна було розділити на двоих. Ну, то есть, Лінос нас дуже сильно спасав. Вот, кстати, все заведення вокруг, ну... Я не помню, щоб ми получали удовольствие від нахождения там. Не, чувак, карнавал у дев'ятому гуртожитку. Не, не, це еда, це еда. Я скорей про вот эти кальянные. Блин, я у нас была у одинадцятому гуртожитку, була Шаба Хаус, мы... Это сова? Так, сова. Которая при вході слева. Сова, але коли вона була сова, вона була така трогай маргінальна. А коли відкрила Шаба Хаус, ми познайомились з хазяйном, з двома його синами, Мухаммедом та Ахмедом. Неудивительно. І ми, ну, типу, вони транспаранцерували по святу Якіт. Вони кальяни їм винісли. Так, там мы... Я понимаю, почему, що тут весня Якита 60 человек. Так, вони призи зробили. Там якісь чашки, фірмові, шаба Хаус. Але тільки, щоб до них ходило. Якщо б не пандемія, це був... Ну, я там день народження відсвяткував. Вони мені зробили знижку 50% на все. Дозволили свій алкоголь, бо вони свій не можуть продавати. І я вклався на 15 человек, відсвяткував день народження за 4 тисячі гривень. Мені би твоі ціни. Я праздновав 30-летие. Я навіть боюся називати, скільки це стоило. Ладно. Блин, трохи відволіклись. Але це ж історія. Всі люблять слухати історії про те, як було раніше. Тогда давай тебе історію о том, як було раніше. Наверное, я можу вспомнить класну історію, коли у нас происходила похожа ситуація. В 2013-м году ми стали чемпіонами. Пацаны выпустились, а я з-за того, що був отчислен, я продолжив обучення. Мой інститут расформували як ІДС, і нас перекинули в ІАН. Я попав в ІАН, де, в принципі, були мої друзі, мої сокомандники. Я там быстро займав своє місце. Все быстрое було. І в 2014-м году ми показали шикарний концерт. Мені кажучи, один із лучших вообще за всю історію студ'ю весну. Почему я можу так сказати? Потому що в той момент, я не знаю, хотя ти должен, наверное, помнить. Були такі штуки. Що розказати? Со мною був Юра Поліхович. В ІАНі тоді був Юра Поліхович, був Дима Волков. Ну, бува. Я прийшов в команду готовую, вот как к вам був я прийшов. То есть уже понятно, хто ставить танцы, понятно, хто поєт, понятно, хто пишет. Все готово. І ми в 2014-м году показали студ'ю весну. Почему я считаю, що она була одна із лучших? Потому що це була студ'ю весну, коли вирізанні номера із этой студ'ю весну набирали більше просмотров, чем все концерты. Потому що там Ромео Джульетта шикарна, Наутеки Капиєти. Я пам'ятаю цей номер. Це було великолепно. Це 15 минут просто кайфа. У мене так тає лєд собирають досі більше, ніж усі концерты Якіту. Оля Пекарська найкраща. Ми її сьогодні видели, кстати. Випишу. Так. С Олєю Пекарською м'ять шикарна історія. Ми вернулись із Наукемпа в 2015-м году, по-моєму. З Коблево. І с момента приїзда в Коблево, і у нас був по счет, ми пили 53 дні. Ілі 52 дні подряд з Пекарською. Це називається волочиця. Ми це назвали це волочиця. У нас було 52 дні волочення. Жутко. Жутко вспомінать, але тоді організм це позволяв робити. І ми показали класний концерт. Але в кінце прийшло жюри і сказали, що це було довго. Тобто ти розумів, у нас було все класно, все номера круті, все сработало. Але вони сказали, ой, на 4 номера більше, ніж у всіх, ви затянули концерт, і ми зайняли 2-е місце. В цьому гаду ми такі, ніхера, значить ми зробимо чуть короче. Але в итоге так полезло творчество, так полезли хода, ми хотіли стільки всього показати, що концерт вышел ще длинніє. І в процесі цього концерта в какой-то момент я вже почувствував, що зал перестал реагувати і сміяться. І я просто срезав два номера, вийшов на сцену, сказав, давайте піти фіналку. Вишла вся команда в шокі, тому що там готовились номера, ще що-то. Смішной Ярик Горкавка, який з пацанами репетував пісню, а там була пісня, вони выходили в образі Студвісны і піли Студвісна, ти де? Я здеся, вони там отыгрывали, юмор какой-то. І вони не змогли цього показати, тому що я срезав номер. І ми закінчили раніше. Я був уверен, все, вот, победа, але нам сказали все равно, сука, долгая. І вот коли я сьогодні я увидел, як ребята хочуть показати це видео і не хочуть його відпускати, я був одним із тих, хто після концерта зашел в гримірку і сказав, просто простите їм, відпустите. Вони хотіли показати творчество. І Студвісна – це все-таки действительно платформа, де у тебе стільки можливостей. Ты стільки всього можеш зробити. Ти можеш... Ну, давай будем честними. Любой мог выйти, показати стендап на 5 минут, записати його на видео, і він би через полгода вже б показував ці стендапи на корпоративах. Ну, представь, ти выступаєш на сцене на 1500 людей. Да, людей не 1500, але ти ж можеш цього не показати. Так. Ти можеш вийти і показати все, що ти хочеш. Я дуже рад був сьогодні увидеть капуеристів. Я признаюсь честно, для мене він не номер оригінального жанра, тому що я часто веду корпоративи. І є корпоративи в стилі Латино, Африка, Южна Америка, де приглашають коллективи капуеристів. Але сам факт, коли ти смотриш, поміляш, що це студенти, коли ти видиш, що вони роблять те, що ти ніколи не зможеш зробити, вже, да, це вызывает не то, що уваження, а ти просто думаєш, я не маю права поставити не 15. У мене ще більший бэкграунд за цим номером, тому що я знаю, хто його виконував. Це Влад Мільто, який кожного року, коли був у нашій команді, він завершував синхрон сальтухою. Так. Це він і... Дорос. Це людина, так, ну, тобто, я не кажу, що до нього не серйозно відносились, а це людина, яка взяла і поставила ніж, все ж таки, нож. Ні, в будьому випадку, це нож. Тобто, чому оригінального жанру, тому що ніхто другой би этого не зробив. Ні, ніяка команда цього не зробила, це оригінальний жанр. Та, це, ну, просто мені чудово дивитися на той шлях, який пройшов Влад Мількою. І тим більше, да, чувак, який там сначала по чуть-чуть і смог уговорити все-таки, зробити те, що він хоче, це круто. Та, і вот, коли ти смотриш на таке, я не могу, я не согласен с вагоном, що там прям хотілося б фокусників у них, там молодих, чи ще що-то. Але в цілому, коли ти просто смотриш, коли ж беруть танцоров, інтегрирують їх в номер, є, т.е. командна робота. Пришел пацан, говорит, я умею капоэра. Пришел второй, говорит, я научусь капоэра, допустим, да, тому що я там акробат, паркурист. Вони обе два капоэра. Тоді вообще це здорово, видиш? І вот, коли к ним приходить ще хтось і говорить, давайте ми вам якось усилим номер, давайте подумаємо о том, щоб ви не просто под паранауэй, 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 а типа, що-то зроби, жива музика, барабан, картинка, да, какая-то идея, здорово, класно. І вот в такий момент ти просто смотриш і понимаєш, це робота. Вот, коли ти видиш командну роботу, ти просто в кайфі, тому що вот це, вот этот пример. І мені кажучи, в студ весне, в нынешнє время, дуже сильно не хватає командної роботи. І Екит показав, як це може працювати, коли один чувак відповідає за стем, і вот він, все. Геря Семчук був тільки в стемі, і вот, явно понятно, що, скорей всего, він жил там, хто би не був автором, хто би не писав, явно понятно, що чувак жил номером, і він його готував. Це правда, я його розцілував після цього номера, це... Потому що це було достойно, і це вот той пример. Він минулого разу у «Среда», пам'ятаєш, стем був минулого? Я ж кажу, у «Город грехов», который був. Такой же шикарный стем. Та же схема, но это було так же смешно. Так, але тепер мені більше сподобався сам Ігор, тому що він був явно видно, що це впевнений чувак, який на сцені просто давить. І неважливо, який, ну, сценарій теж важливий, але його дати іншій людині, можливо, він би так не відігав, як Ігор. Каждуюсь підвесну я говорю о том, що дайте цей текст мені, или кому-то опитному, хто знав би, що з ним робити, це було б в рази смішніше. І вот Герасимчук — це як пример того, як чувак растет і, як видно, як він горит матеріалом. Не знаю, писав він він і не, але було чітке ощущення, що це його сте. Тому що він як будто жил ім, він проживав його, і він хотів віддати все, що з нього можна вижджати, кожну каплю. І вот цього не хватає тут ві сні. Не хватає... Понимаєш, коли ти смотришь... Извините, «Экономісты», не помню, який факультет. Коли ти смотришь на першу частину, в якій просто отрабатывається текст, є відчуття, що не вони писали. А я рекомендую все-таки актерам, які грають першу частину, писати цю першу частину. Или хоча б участвувати в її дописанні. Є сюжет, але напиши ти свої фрази, скажи, як ти відчуваєш. Ну, слухай, ні. Знаєш, як у нас актори підключались до першої частини? Ми ж, перша моя перша частина, яку ми писали, ми просто такі... Артхаус легендарний. Ні-ні-ні, це ж мій перший курс, я тоді ще не писав. Другий, там де був Бухий Міні Він, можливо, пам'ятаєш. Помню, помню, помню. А ми тоді просто нам спитали, а хто в команді вміє грати? І нам старші казали, ну, у нас вміють ці люди грати. Саша Фефілов? Ні, тоді і цей був Сорокін. А наступного року ми такі, треба зробити кастинг. І ми зробили, і була номінація на про космос, у нас була тоді перша частина. Ми з Олією Мартинчук сьогодні говорили, що це наша улюблена, наша перша частина. Ну, звісно. Що в нас була, хоча вона за наступну витримала Ніку, розумієш. І ми тоді, коли працювали з акторами, вони її не писали, ну, не всі. Там дехто писав, але робота, постановки, тобто вони два тижні ставили. І коли ти все одно тімбілдинг існує, коли ви два тижні просто у кімнаті сидите і ставите сцену. Так, але я тобі розкажу, як це роботає ще ідеальні. Як це роботає, навіть не в тому, як це зробиться з тобою, як це зробиться з тобою, чи зробиться в твоїй житті, в твоїй командній роботі з ребятами. Як приклад, в 2009 році я поступив, в 16 років я поступив в универ, я був прям малой-малой. Мені в ноябрі зберігалися 17 років, мою першу дагану я був в першу неделю. Я був такой, достаточно активний пацан. І коли нас взяли в студвісну, позвали в паростки, тоді все було одинаково. Путь у тебе паростки, якщо на паростках ти був хорош, можливо, тебе позовут в студвісну. Якщо позвали в вау. І нас позвали в студвісну, і вже це, виходить, був конец перого курсу, апрель. І мені сказали, що на тебе немає слов. Тобто тебе нечого, поки. Я сел на звук, я був звукарем на своєй першій студвісні, я шикарно відработав, у мене було всього дві лажі, але я думав, що я проіграв все, розумієш? Ну не можна. Нельзя, нельзя. Я хотів сказати, що якщо тебе на першому курсі садять на звук, то не можна бути хорошим звукачем. А то ти там будеш сидіти. Витима, наверное, я це почувствував, інтуїтивно налажав. І такі просто дві лажи спеціально. Там дві лажи такі були, короче, тільки я їх заметив. Я це проживав, знаєш, прямо в цій рубці краснеє потеє. І мені казалось, що все було здорово, класно. Потім почався КВН, ми почали грати в КВН. І коли следуюча студвісна прийшла, мені кажуть, ну ти ж сядеш на звук там. А пацанам кажуть, ну ви ж тож там, ну що-то поделайте. Можливо, якщо буде місце, що-то поделайте. І тоді я їх послал нахуй. Прямо на полному серйозі я ушел із команди, ушел в АКІ, і виграв студвісну. А через год виграв ще раз за АКІ студвісну. Але вже коли ми вигравли второй раз за АКІ, ми вигнали всіх стариків. Ми поіграли в КВН, ми прийшли просто на репетицію, зашли всей нашій командою костюком. Основної, то есть, ну, наверное, начало третьего курса, не помню, в общем, неважно. Третий, да. Мы пришли, сказали, мы умеем вот это, мы умеем вот это, мы умеем вот это, мы уже сыграли вот здесь, вот здесь. Вот это мы уже написали, а что можете вы? И когда старики начали пятиться, мы им сказали, если хотите помочь, дайте денег. Это все, что от вас требуется. И мы сыграли свою первую студвісну без стариков. Мы всех выгнали, и вот мы стали основой. Под стариками ты маєш навазить четвертый курс. Пятый, пятый. Выпускники и те, кто выпускаются, и те, кто готовятся. Там были даже те, кто нас на паростках наставлял. Мы попрощались со всеми. Но мы имели какие-то аргументы. Мы имели аргументы, мы сильны вот в этом. На прошлой студвісне вот наши номера. Взяли хороший балл, ваши нет. Но чтоб ты понял, в той студвісне они заняли последнее место. Ну, то есть, ты прикинь. И вот мы их выгоняем, и начинаем делать свою студвісну. И понятно, что первая студвісна была не из лучших. Мы не понимали, что происходит. Конечно, мы, в отличие от всех, тогда были примерными. Мы ходили на все обсуждения, мы все записывали, все фиксировали. Каждую фразу, говорил, Ваган, надо классику. Мы где-то эту классику используем. Там говорили, танец надо лучше втроем, но красиво, чем толпой. Все, значит, три девочки. Короче, много всякого было. И уже через год мы вместо седьмого место заняли четвертое. А еще через год выиграли. Потому что мы по чуть-чуть понимали, что происходит. И когда мы выигрывали студвісну, наверное, самое главное, что мы сделали, мы сделали то, что делает Экид. Мы взяли то, что умеют делать ребята, и попробовали это использовать. Не придумывая этому, ну, потому что надо. Знаешь, типа, вот этому говорят, что надо. И, конечно, была импровизация, конечно, были лажи, конечно, было многое. Но тогда, наверное, уже был такой уровень уверенности, когда даже зритель уже не думал о том, что это лажа, а он это просто принимал. И вот Экид, наверное, в отличие от всех команд этой студосини, это пацаны, девчонки, которые выходят на таких уверенных щах, что ты не веришь, что это лажа. Ты не веришь до конца, что видео реально не рендерится. Я в какой-то момент реально подумал, что... Что-то прикол. Да, я не слышал, как дописали конференция. Короче, я такой, ну не может такого быть. Да, что полчаса, что это за рендер вообще? Что там рендерится? Человеки, вы прикалываетесь, сейчас будет какая-то пушка. И вот так было до того момента, пока я не увидел в глазах зубчика панику, и он такой, а что мне делать дальше? И ему Орлов говорит, иди к жюри, и я вижу еще более испуганное лицо, и я понимаю, все, все идет не по плану, давайте спасать. Я понимал, что спасать надо не потому, что надо спасти типа студвесну, надо спасти Экид, надо спасти их, чтобы они не посыпались, чтобы они не облажались. Потому что я понимал, что сейчас впереди конец второй части, то есть конец концерта. Если на него люди выйдут с глазами уже мертвыми, типа мы п***ли все, конечно это было бы жуткое поражение за шаг до чемпионства. Я тебе щиро дякую за это, это было супер. И я не знаю, Экид у тебя в борьбу просто. Да, Магарич. Ну, Магарич, если тебе просто нужно 20 парень для чего-то для переезда, то они в тебя есть, я думаю. Когда-то мы ОГО просили очень много людей, Экид нам не очень сильно помогал. Экид помогал. Это такое. Решайте. Между прочим. Делайте выводы. Блин. Блин. Знаешь, что мне еще сподобалось? Ну, кроме того, что ты врятовал мой родной факультет этим. Мне еще сподобалось, что когда уже вышел на сцену Арутюнян, я такой, боже, так это же дух студ весны. Все один одного знают, все понимают, что происходит. Все не хотят, чтобы этот вечер как-то плохо завершился. Все хотят работать на то, чтобы всем было весело. И мне в этот момент понравилось, что я тоже часть всего этого. Классно быть свидетелем того, как это рождается на сцене. Интересно. Пушкин, который отыгрывает пьяного батю. Знаешь, когда дети вышли, типа на кухню им сказали, там у нас Дима спевает. Там еще мелкий Рома Саранчац, младший брат, который я тоже умею петь. И потом выбегает бухой батя такой, сейчас я вам покажу. Знаешь, вот это было так, но это такая была дружественная, душевная семейная атмосфера, что действительно поучаствовать в таком, быть свидетелем этого вживую, ни одна картинка, видео не передаст этого. Да и было видно по людям в зале, что им очень понравилось, что все от этого... Вайб был просто шикарный. Мы вспомнили слово вайб. Мы 30. Молодь. Да, кстати, я бы хотел это отметить. Действительно, не зря вот сейчас прозвучала подсказка такая. Я в натуре помню, я даже крикнул зубчику, поиграйся с этим, когда звукарь начал отвечать Siri. Он вводил в гугле, видимо в гугл-переводчике, тут же нажмало «звучить», и вот пошла игра с голосом Siri. Я очень сильно хотел, чтобы с этим поигрались. То есть даже звукарь был, знаешь, типа в теме. Он был в вайбе. Все были тут. Ты знаешь, как на співбейсе, он знает эту технологию. Да. Он работал с ней, и он знает, что есть вообще такая возможность. И типа это круто. Вот это как пример того, о чем я говорю. Да, что когда чувак что-то умеет, классно, когда он это может на студии сне проявить, а не просто поносить реквизиты, а потом сказать, ну мам, вот что-то так. Я хотел ответить на твои вопросы, до речи, с привода того, как чувствовать, что команда дружная, ну типа, нужно делать тимбилдинги. Конечно. Мы уже давно Эйчари все сделали, до нас все выгадали. И мне кажется, что Эйкит... А, во-первых, ты сказал, что выгнали стариков. У нас это произошло... Само по себе. После артхаусу они просто такие... А кто это? Вот ты рассказывал с Ваганом, я даже не смог вспомнить, что это за артхаус, что это за первая часть, и кто эти старики? Ну... Блин, да я даже не помню их имену. Вы их просто стерли из истории факультета. Так, они просто самі там пішли. Деякі... Ну... Не совсем. Там подсказывают, что Коротнов, но Коротнов еще рік з нами возился, и он нам заклав ази першої частини. Перша у нас перша частина вийшла поганою, но саме завдяки... Просто треба першу частину зробити и зрозуміти, что не так. Сколько там повинно бути сцен, чтобы не выносить постойно декорації. Ось и все. Так что Коротнов, он помогал. Ну, там пішли где-то, там, Титова, что-то... Ну, никто не помнит этих имен уже. Они потом, когда уже было все клево, они повернулись. Там где-то подтянулись под концерт. Ну, было так же. Как только мы начали хорошо выступать, старики такие, давайте снова дружить. Так. Артхаус пішел не только через то, что видосы по ладжи пошли. Нам подсказывают молодшие поколения, но я там был, и я знаю, что все пішло... Потому что не было никакой организации, потому что первая часть ставилась в ранок концерту. Шикарно. Первый раз номеры... Ничего не прогонялося на сцене нормально. И никогда так слова никто не запомнит. Никогда. Надо минимум за две ночи до концерта выучить, почитать слова, чтобы они отложились в памяти. Ну, это было просто неможливо идти... Ну, и там были кринжовые номера досить, которые плохо выполнены были. Это когда вторая часть союз была или нет? Когда пародии были на команде? Нет, нет, нет. Это когда был штучный интеллект... Все, видишь, если я не помню, значит явно все хотели это забыть. А знаешь, что тогда... Я не знаю... Пацаны тогда, которые писали, Ковтун, Коротнов, они подошли до Зарба, Зарба тогда и подкасти делал, и они сказали, что люди стали неудобно ходить до университета. Вот это я понял. Ну, Зарба умеет. Так, но, возможно, это было... Ну, окей, эти чуваки заслужили это, но первокурсники, которые просто выполняли то, что... И потом они ходят на пары, где у них все плохо, потому что они играли в студию. То есть вы так обесрались, и... И что? И сейчас вы летите из университета. Я правильно понимаю. А еще хуже, что они обесрались, а им помогут все равно. И одногруппники будут ненавидеть еще больше, потому что, типа, они и так ничего не делали, а им еще и сессию закроют, потому что они играют в студию сну. Тимбилдинги. Ты начал про них говорить. А, ну... Что старики автоматически ушли. Ушли, и первый тимбилдинг это был между враговыми кланами. Я ненавидел Артема Ковту на весь перший семестр, но когда мы начали сповпрацювать разом, когда мы понимали, что никого нет, нужно нам разом делать. Мне на втором курсе очень много дали сделать. Третий — это вообще у меня рок-н-ролл был. Я там и первую часть писал, и снова играл в музыкале. Раскрылся. На тромбоне. Ну, мне все подобалось. Сколько б науська сцена меня не била, я поднимаюсь. И, типа... То же самое. И, ну, тимбилдинг там Оля Пекарська, Юля Кириченко, Иван Казадаєв, Дима Гарнізон. Всім цим людям треба було працювати для того, чтобы были концерты. Юля Ларченко. Я не хочу никого забути, потому что... Друг они это посмотрят. Ну, есть не очень медийные люди у Студовесни. Маляка знают все. А Юлю Ларченко, может, не все памятают. Ее чудови постанови танцювальні, которые брали номинации. А, тимбилдинги. У нас есть наша Соколовка. Да, я знаю. И это немного не Жукин. Вы каждый май туда ездите, по-моему. Да, май. Ну, одного раза. Мы даже ее делали во время пандемии. Мы все равно... Красавчик. Она уже тревает 20 лет, майже. И мы там встречаемся с нашими старшими поколениями. И это не Жукин, потому что там только команда Студовесни. Да. И это момент, когда можно немного выпустить пар в плане того, что можно жестко пожарить один одного. И не подхватить хламидии, как на Жукине, да? Ну, возможно. И самая крутая штука, которая мне нравится в Соколовке, то, что мы пьем, конечно. Конечно. Но на этом вечер не будет. Мы... Есть первый концерт от стариков, когда вы приезжаете. И они, дивлячись ваш... А! Починается все с того, что вы выходите из автобуса, вас встречают. И когда вы... Они же там приезжают на день на два раньше, я знаю. Так. Сначала у них своя тусовка. Старпатти, так. И потом... Блин, мы когда первое место заняли, они мотоциклы... Мы подходим, там файеры, червона дорожка, мотоциклы... Ну, когда тебе так старше... Когда у тебя богатые старики, да. Вот айтишники, видишь? Ну, так, до речи, у нас айтишники. Когда Тальнова там врубает музыку на всю мощь, там колонки стоять в мотоцикле. И просто... А, еще какие-то розыгрыши, какие-то... Все... Розумишь? Это ритуалы, которые объединяют поколения. Когда вы идете, чтобы зайти на Соколовку, вы не можете просто взять речи и зайти. Вы стоите в чергу. Старики берут список имен. Они, понимаешь, так готовятся? 50 имен. Кажут, кто за что ответил. Чтобы другие старики видели. И тебе там... Заливают что-то в тебя, но это ритуалы. Ну, не механические, да? Ну, нет, нет. И потом делают концерт в вечере. Вы делаете вечерю, они концерт. И потом вы тоже делаете на всех вечерях. И вы делаете концерт. И тут есть момент, где ты можешь пожертвовать над тем, как кто-то в каком-то номере вышел. Что на Жукини, ну, не всей аудитории, я думаю, будет интересно. Потому что они не с твоей командой. Это ваша проблема. Кто-то не видел вообще этого. Так, реально. А там и вот это все выливается. И люди понимают ошибки таким образом лучше. Потому что это открывает нервы, которые... Наш тимбилдинг, Леша, первый тимбилдинг, который я придумал в своем институте, это был дебют первокурсника. Вау. Только он назывался тогда по свято в минусято. Ко мне пришел декан Фуку, тогда еще декан. Пришел и сказал, нам надо что-то делать с первокурсниками, надо как-то их задевать. А на то время, в том году, когда мы это сделали, был всего один дебют. Он назывался, по-моему, дебют первокурсника, он был только уймо. Вот в их аудитории. Больше никто вообще первокурсников не трогал. Все, что было, это в какой-то момент выходил с бодунища полупьяный глава ТОС института на каком-то собрании в лекционке. Я выходил и говорил, хотите, в КВН, тут весна, это весело, приходите. Еще с таким лицом, да. И вот у нас была эта посвято в минусято, где мы по факту делали тимбилдинг, мы брали малых, мы просили их делать КВН, учили их писать, учили их там биатлон, разминку, еще что-то. Ну, потом понятно, что мы пили, понятно, что пили. И я помню, как у нас был момент, когда у нас заложилась такая традиция, что мы каждый год должны с минусами что-то делать. Потом эту тенденцию подхватили все остальные, то есть мы подхватили по факту и множную, потом все подхватили нашу, потому что ему делал паростки, то есть приветствие, стем, песня, танец. Мы делали тупо КВН, то есть чтобы люди не уставали. И у нас, наверное, наши тимбилдинги были самые главные. Они заключались в том, что мы старались больше на репетиции тратить время не на то, чтобы сесть и написать в закрытую, а на то, чтобы общаться с молодежью и работать с ними одновременно. Как они кайфовали, когда ты входишь в кураж, вот это, как сейчас говорят, в моменте, когда из тебя льется импров, когда они все ржут, все кайфово. Это все очень было круто. И в один момент, когда к нам пришла наовская популярность, назовем это так, и этот момент прекрасно помню, вот там, где Happy Cake сейчас, тогда еще ничего не было, мы шли с пацанами и шли в четвертый корпус на репетицию в наше время, чтобы ты понимал примерно, как мы готовились, мы каждый день собирались на 12 в университете и уходили в 8 вечера в Мистерию, пили пиво, ели пиццу и шли домой. То есть каждый день мы сидели по 7-8 часов и просто писали, писали, писали. Ну это, мы работали, действительно, мы никогда не относились к этому как к творчеству, мы всегда думали, что это работа, ты должен работать. Оно тебе принесет когда-то деньги, монетизируй творчество уже сейчас. И я помню, как мы шли, и мы шли к четвертому корпусу, и сначала ты чувствуешь взгляд людей, что на тебя смотрит половина этой площади под четверкой, а потом ты проходишь мимо и слышишь шептания, «О, чуваки, это Галлендом, еще что-то». Ну, короче, и ты такой ловишь, ну, вайп. И мы начали стать такими узнаваемыми, и, соответственно, наш самый сильный тимбилдинг был в том, что мы так добивались успеха вне, что команда внутри, она не могла уйти, потому что, ну, типа, мы играем с метрами юмора в университете, мы обязаны у них научиться, мы не имеем права уходить. То есть те, кто были лишние, они уходили сами по себе. Мы никого даже не выгоняли особо. Так это реально. Ну, то есть мы построили тогда логику на том, что мы не можем их спаивать, потому что мы очень бедный факультет были, и бухать часто никто не мог. Ну, просто не было денег. А добиваться успеха, чтобы они были с тобой, потому что ты крут, чтобы они становились круче. Это нас очень долго держало. Но потом самовлюбленность, эгоцентризм, выиграли все, безусловно. И так было, знаешь, до момента, пока мы не на сороковый студвесну, я в сентябре или в октябре, не помню. В начале года я подошел к организаторам студвесны и сказал, добавьте, типа, тринадцатый концерт, концерт стариков. Не важно, когда. Просто это юбилейная студвесна. Давайте мы соберем старых дедов, молодых, ну и что-то попробуем сделать. Просто кайфово. И вот чтоб ты понимал, насколько важно тимбилдинг иметь не только внутри команды, а и между институтами. Когда я кинул клич «Приходите все», в начале, мне кажется, человек 170 должно было прийти. На первый сбор стариков пришло, по-моему, семнадцать. И причем, что из этих семнадцати я трех вообще никогда в жизни не видел. То есть это были для меня вообще какие-то, ну, неизвестные люди. И когда мы начали подтягивать остальных, мы начали идти системой. Я кидал там объявления в группу студвесны, еще куда-то, старички, подтягивайтесь, писал там кому-то, подтягивайтесь, в общем, звали как могли. И когда я смог всех собрать, я понял, что мы настолько в большинстве своем не понимаем и не знаем ничего друг о друге, что вместе работать будет очень сложно. И тут надо было провести какой-то тимбилдинг. Ну, то есть как-то, ну, что-то сделать, вообще хоть что-то. И в итоге пьянка нас не спасла, на нее никто не пришел. Ну, пришло там немного людей, потому что уже все старики, знаешь, там… «Вы что, с ума сошли?» Вот такая какая-то была история. Пьянка не пошла. И я понял, что лучший тимбилдинг – это заставить их почувствовать, что им надо что-то начать делать. И я просто взял основу, которая готова была работать, писать, закрыл их и сказал «Мы пишем». И написал остальным, мы уже начали писать. И когда в процессе подготовки они начали видеть, что уже и первая часть есть, и вторая часть готовится, уже и номера появляются, все начали такие «Ой-ой-ой, я тоже хотел бы что-то сделать». Знаешь, вот пошла такая вот… И тимбилдинг у нас пошел, то есть по факту он пошел из-за конкуренции. И я очень сильно держал внутри команды стариков конкуренцию. То есть я заставлял… Мы провоцировали друг друга. То есть тимбилдинг строился на том… Короче, в общем, в общей итоге лог-лайн концерта заключался в том, чтобы студ весна, но в полтора часа. То есть чтобы была конкуренция между нами, чтобы мы хотели. И это все выстроилось само. То есть фишка заключается в том, что важнее всего понять – должна быть общая цель концерта, она должна быть о чем-то. И вот в нашем случае мы построили логику на том, что я вас прошу приходить на репы, вы кричите, что вы хотите играть, но вы не ходите, делайте что-то. И это выросло в конференции, это выросло в номера. А потом… Первая часть. Мы изначально хотели с Олегом Прозоровым, старик Фапа, прекрасный автор, очень талантливый парень. Сначала была другая. Мы были очень сильно на взводе. Тогда произошла вот эта ситуация с бывшим ректором, когда он запретил концерт Кубка ректора. И мы были очень… Ну, пойми нас, мы такие… Я редактор, я готовил команды, я видел, как они хотели выступать, и в день концерта… Не за день, не за два, именно прийти за час до концерта и сказать – ничего не будет. Даже не за час, а уже люди в зале были. Ой, ну у нас за тебя выступ был краще после этого. Безусловно. Но в целом я имею в виду, что… Ну так, я разумею про счет. И мы настолько были с Олегом озлоблены, что мы написали первую часть по произведению «Дурак». Фильм «Дурак» не смотрел Быкова? Так, да. Всем рекомендую, кто хочет почувствовать на себе уровень депрессняка. Фильм «Дурак»… Сюжет «Дурака» в том, что Сантье… Обычный какой-то парень в маленьком городе видит трещину в доме и начинает кидать клич, он скоро развалится. Типа, вот я вижу технологию, дом упадет скоро. И он начинает убеждать всех, а в итоге оказывается, что никто и не хочет никому помогать. Ни люди, которые в нем живут, ни мэр, ни власть, в общем. И мы подумали, блин, так как круто же, пойдет трещина в девятом общежитии, студент это увидит, пойдет к ректору, и мы выясним, что там все очень плохо. Я вам рекомендую, там в фильме «Дурак», можете в ютубе написать, «Дурак» – монолог мэра, женщины. Монолог, который в пять минут описывает все, что происходит до сих пор в мире. Когда она просто берет и говорит, типа, ну, вы просрали, пожарка просрала, ты просрала, ну, из-за вас дом падает. А ей все говорят, слышишь, что ты быкуешь? Типа, ты должна была решать. Она говорит, я должна была решать? Ты когда рейндж-ровер себе покупал, ты парился об этом доме? Ну, короче, там, вот это, знаешь, даже внутри, насколько они все грязные люди, эгоистичные. Ну, короче, это… И мы такие, все, мы сейчас этого ректора, б***ь, мы его сейчас поставим. Ох, он б***ь в нас почувствует, как это… Ты будешь спать, не будешь спать, понимаешь? И мы начинаем писать и думаем, б***ь, оно так же грустно. Ну, то есть, прикинь, концерт стариков, все придут такие… Ну, эй, старики! А тут… Громно, жизнь! Вы, вер, дерьмо! Вы все просрали без нас! Вот мы были, б***ь… Луцкие, спасибо, знаешь… А тут… Громно! И мы подумали, грустно, ну, это… Ну, б***ь… Ну, типа, знаешь, это как… Ну, люди идут же на концерт, на людей, и прийти опять грустить… Ах! И мы начинаем писать веселую, а веселую уже не пишется, потому что все самое веселое мы уже всунули во вторую часть. И я говорю Олегу, давай напишем о нас. Так… Давай мы напишем первую часть обо мне и о тебе. О ком? О том студвесионщике, который перестал выступать уже давно, но он не может уйти от нее. Он все равно эти награды протирает от пыли, он о наградах парится больше, чем о всем. Он, как Пушкин говорит на своей жене… Пушкин, когда с ней знакомился, сказал, у меня есть месяц апрель, когда ты меня не трогаешь. Это мой месяц, я делаю все, что я хочу. И вот я подумал, блин, зачем врать? Давай мы покажем то, что болит у нас внутри. То, что мы действительно не можем отпустить этот фестиваль, что мы паримся, и я там до сих пор помню, за что у меня Ники… Понимаешь? Ну… И мы начинаем писать, и она сама пошла. Я тебе клянусь, она была не напряженная вообще. Угу. Она прям писалась, вот… Мы сидели в форсажной террасе и с Прозоровым просто… Вот так ее строчили. И в итоге она получилась настолько внутренне сильной, что плачешь даже, когда пересматриваешь. Так, и она очень концептуальна для концерта стариков. Это ты, что хочешь побачить от стариков такие… Что они покажут? А, ну… Себя же. Конечно, ну… И потом мы из нее плавно уходим во вторую часть. То есть то, что он делал все это время, вот мы сейчас это увидим. И поэтому там пришлось взять на себя первую роль во второй части, чтобы… Ну опять-таки, и не только поэтому, потому что я инициативный, я был как бы типа основателем этой движухи. И вот когда мы делали вторую часть… Слушай, как было круто, когда приходят гамышники и говорят, у нас есть номер. И ты такой, да я даже не буду его смотреть. Делайте, это будет круто. И когда каждый, знаешь, по чуть-чуть что-то свое приносил. Меска рисовала нам мультик там этот. Ну, короче, все было так здорово. И вот когда… Блин, чувак, ну, наверное… Даже чемпионский концерт по эмоциям не совпадает со стариковским. А стариковский – это когда ты отпустил уже все. Знаешь? Все равно ты, когда выступаешь, ты паришься. Сколько поставят. Мы выиграем, не выиграем. Бля, хаймошников тянут. Козлы там. Это из-за того, что они девки. Ну, то есть много было всякого. А тут ты выходишь, и ты просто хочешь, чтобы эти полтора часа они не заканчивались. И вот мне кажется, что если подводить к какому-то итогу начальной беседы, начального нашего разговора, мне кажется, что ключ к успеху 102 сны – это когда ты начнешь выступать так, чтобы ты не хотел, чтобы концерт заканчивался. Когда у тебя будет столько всего, когда у тебя будет столько кайфа и столько желания просто, просто быть здесь. Чувак. Тогда все будет супер. Я боюсь теперь, что мне это не сниться, и я не захочу прокидаться. Понимаешь? Да. Что я прокинусь в слезах, и я такой, навещу это солнце? Но ты никогда не визуализировал, как ты поднимаешь кубок? Ты никогда не визуализировал, как вы круто поете финалку? Как вы будете потом пить? Неужели никогда в твоей голове не было при подготовке к студвесне мыслей? Я так хочу, чтобы в конце первой части встали все и плакали, или радовались. Было, было, конечно. И вот мне кажется, что как только ты перестаешь визуализировать вот эту мечту, она от тебя и уходит. Грустно, да? Чуть? Так, трохи, трохи. Но это очень топовый контент. Это то, что нужно смотреть перед наступлением. Если поплавский не порежет это все, да? Да, блин, ты что? Это очень эксклюзивный контент. Мы обговорим концерт стариков трех лет... Сколько лет прошло? В семнадцатом? Четыре года? В апреле будет пять, получается? Нарешті записали подкаст про то, как это делать. Ну просто там гид. Если вы старики и хотите на сорок пятую студвесну сделать концерт... Звоните мне. Ой, хорошо. Это интересно. А как ты это монтировать будешь? Со своими комментариями? Мне интересно. Зараз я тебе такой... Дим, а мне очень интересно стало интересно. Мы с тобой разговаривали, и так просто в голову пришло. Слушай, а как... Я всегда, когда приходил до тебя на редактору, я думал, как эта человек просто играла в студвесну, и как ее сделали редактором? Кто тебя запрошивает? Кто это регулирует? Короче, началось все с того, что когда мы выиграли студвесну в тринадцатом году, то есть... Произошел такой момент, что... Я не знаю почему, но тогда, в тот год, это было, знаешь, как типа... Мы были народными чемпионами, но с кубком. Это когда на галке команды сзади нас, вот ты представь, говорят, третье место, институт международных отношений. Второе место там... Не помню, кто тогда второе. Ну пусть будет АКАИ там. АКАИ. Наверное, ИКИ даже тогда. АВТ там, ИКИ. Это первое место. А, и вот тут была интрига, будем мы или кто-то. Угу. Мы были уверены, ну ты прикинь, это вообще... Мы заходим на галку, заходим в ДК, галка, надо показывать номера. Мы заходим, и меня встречает Сережа Дикий. Был такой парень у нас, учился в ИАНе давно. И он там монтировал видосы, делал продакшнсы. Не Богдан Дикий, а именно Сережа Дикий. Он жив с Ильёю Беликом. Да. Сейчас. Надо дисклеймер. А это Илья Белик до речи хлопает. Ильяна Пономаренко. Она земное закинчивала. Старика брала. Отношения. Земное закинчивала до Ильи пошла. Илюха талантливейший музыкант. Я вам всем рекомендую послушать группу Космос. Наверное, они еще есть где-то в группе. А они уже не Космос называется. Да. Ну, я имею ввиду, надо послушать. Команда ОГО использует две песни из этого альбома. Шикарная музыка. Вот. И меня встречает Дикий. И говорит мне первый. Говорит, ну все. Что? Поздравлять не с чем. Я типа из первой. Держись, братан. И уходит. А ты, а мы уже, мы там, мы выступали там седьмые. А это там еще три концерта. И МОшки, чтобы ты понял, на то время сборная МО это трио разные. Ага. То есть они уже были очень маститы. Они съездили на Comedy Battle. Ну ага. И мы даже думали. Но они могут выиграть. И МО могут выиграть. Реально могут. И мы накручивали себя. Это понятно. И МО, потому что они девки. Нам не дадут. Потому что мы, ну, мы уже и так в нау все выиграли. Кроме студвесны. Нам никто не даст этот кубок. Вот так мы себя накручивали. Я встречаю Пушкина. Шутака и все такие. Шо? Все? Давай иди слезы собирай. И короче нас настолько накрутили. Что я тебе клянусь. До момента. До этого момента. До дня галки. Каждый из нас все равно знал, что мы выиграем. Потому что мы показали концерт, который никто не переплюнет. Ну мы показали прям плотный юмор. Полтора часа только шуток. Кайфовых, крутых, классных. И когда мы стояли на галке, мы начали реально переживать, что нам не дадут кубок. И вот когда сзади нас все команды начали кричать ИИ, ИА, СУ. И называть наш институт. Отдавая нам победу. Потому что все понимали, что мы выиграли. И называют наш институт. Это был кайф. Который продлился очень долго там. Несколько месяцев. Да? Причем, что вначале еще все этим живут. А потом ты уже всем напоминаешь, что ты чемпион. Ты уже ходишь такой. Смотрели наш концерт, да? А потом тебя на черном уходе напускают. Ты такой, блин. У меня кубок. Ты старичок, блин. У меня кубок. Я выиграл 120. Честно. 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 Вот. И мы начали катать КВН жестко. Мы начали прям что-то. Вот мы прям эта 120 нам подарила такой поток уверенности. Типа мы выиграли вновь все. Все гештальты закрыты. Мы можем двигаться дальше. Мы начали лупашить. Мы попали в высшую украинскую лигу своей командой. Ага. Мы создали новую команду. Ага. Мы переформатировались. Мы попали в высшую украинскую лигу. Мы поехали в Сочи. Все было здорово. Но потом началась война. Все это история. Понятно, что уже там никого КВНа не было. Но. Суть не в этом. Возникла такая ситуация, что я понял по себе, что я столько всего выучил и знаю. И я в глубоком одиночестве, потому что мне не с кем поделиться тем, какой я умный и крутой. Угу. Угу. Ну, а это время, понятно, это уже в институте своем ты редачишь, все готовишь, там всех учишь и тому подобное. И мы с Зарбой решили сделать школу юмора. Мы сделали пару занятий, где мы собирали желающих ребят и рассказывали им, как мы писали шутки. То есть мы не говорим, как надо, мы говорим, вот мы так делали. У нас это получалось. И спустя какое-то время начали поступать предложения. Сначала меня позвали в кубок ректора редактировать. Мы сели с Русланом, и у нас получилось очень хорошо. Очень много команд мы смогли поднять. Делай ветер, одна из команд, которую мы просто там со дна подняли. Лови Кураж, это менторство вообще. Мне кажется, я столько в них вложил каких-то посылов, которые они принимали со временем, и потом у них что-то получалось. Дети социальных сетей. Дети социальных сетей. Нет, на самом деле, я могу очень много команд называть. Да, все команды, они проходили через меня, и я старался каждому из них дать веру в себя, а не унизить. Я был на редактурах, когда нас унижали. Ты приходишь на редактуру, и тебе просто говорят, все, 10 минут, которые вы показали, нет. Завтра новый. Не объясняя почему. Или просто нет-нет. А я сидел и прямо объяснял ребятки. Ну, ты ж помнишь, как это. Так, я был на этих редакторах. Была история, кстати, на редакторе, когда Лови Кураж вырезали все, а потом сказали, а включи, отбиваю. Еще раз, да, включи еще раз отбиваю. Да, отбиваю еще, включи. И они такие вмикают, и им кажут, и отбиваю вырезаю. Ну, это явно не я, наверное, это зарба, это его инструмент. Я всегда говорил командам, если вам нравится музыка, кайфуйте, танцуйте, это ваше. Только кайфуйте. Ну, пусть это не будет чья-то музыка. Пусть будет то, что вам по вайбу. И вот путь редактора, он был таким. Я начал просто получать удовольствие, когда я что-то делаю, а потом вижу, как команда на сцене, возможно, не принимая всю мою информацию, всю мою там, мои правки или еще что-то, она выступает, и я вижу, что у нее получается. Я начал чувствовать вот этот отцовский инстинкт, типа, я часть их развития, и я не имею права их бросить. И вот тогда я не могу сказать, что я навязывался как редактор, но я каждый раз, когда была возможность, я говорил, я готов бесплатно поработать, лишь бы это не умерло. И основной месседж был у меня всегда, лишь бы это не умерло. И вот это, наверное, дало ту возможность начать работать с командами. И когда это увидели другие ребята, они начали меня звать тренером в Лиге Смеха. То в КПИ, потом в студенческую. Потому что они видели, что команда, когда приходит ко мне, они взрослеют, быстрее что-то понимают, и у них что-то получается. Главное, чтобы что-то получалось. И вот если ты не навредил, тогда ты удачный редактор. Если после твоей редактуры команда распадается, а есть и такие случаи в моей жизни, тогда я ставил себе огромный минус. Потому что я понимал, что значит, я не убедил их в том, что им надо это делать дальше. Я понимаю, что есть бытовуха, я понимаю, что есть куча команд, и ваша была одна из таких, я помню, одна из первых твоих команд. Когда вы пришли, это были вроде люди из твоего института, но вы были настолько далеки друг от друга. Нет, мы были такими друзьями, мы все можем писать. Но у нас была проблема в том, как... Это как команда называлась? Блин, переломный момент. Нет, плохиши. Первый раз плохиши называлась. У нас была проблема в том, что мы решили, что все будут писать. Понимаешь? Да. А я тогда не задумывался над тем, что можно, чтобы писало три люди, а на восемь людей это ставить потом. Я такой, все должны... Вот у нас сейчас ничная репетиция. Кто пишет, все потом эти слова говорят. Так, ну, такая была проблема. И потом она еще продолжилась, а потом она зашла на нее. Да, потом у вас был этот Love... Что-то... А, Strange Love. Strange Love был, да, когда там... Ну, он нормальный был. Было, да. Мне даже было немного обидно, потому что я вас не взял. Но я вас не взял, потому что я тогда подумал, ну, я еще возьму наовских. Они и так могут ко мне прийти и обратиться. Я и так им помогу. Типа, зачем мне брать их? Так, но нам нужно было где-то играть. Я помню, гарнизон заходит в гримерку и говорит, я пятый курс... Нет, я четвертый курс. Что оно мне будет треба? Я хотел в этом уроке играть. Просто... Потом был в Музее истории и музыки, но там мы просто распалися, потому что у ИДС своя бача на гумор. У ИКИТ своя бача на гумор. Как бы мы не это решили между институтами, но все равно у нас разные практики. Разная кухня. Дуже разная. И по-разному мы относимся до таких аспектов, которые административные, а ИДС таки... Да нам похер. Старшина, который такой, я ухожу из команды, а завтра-завтра прихожу в нее. Да я понимаю это прекрасно. Я понимаю, что так выдержать невозможно. Да. И как пример тебе, например. У нас была история, когда мы выиграли какой-то КВН в НАУ, и у нас один чувак из команды, он выиграл. Мы были на выборах. Тогда еще были дебаты глав Студрады. И мы пришли на дебаты, где наш чувак из нашей команды хотел стать главой факультета. Не института, а просто факультета нашего. Фэлла. Факультет электроники. И мы пришли на дебаты и разъяснили всех его конкурентов. Мы просто сидели... Ну, мы фраера уже. Понял? Мы уже там, мы в КВН играем. Мы уже юмористы. Ну, просто. Ургант лох, Сирков бог. Моя штука такие. И мы там типа кандидатов всех раскрошили просто вопросами. Там, а что ты будешь делать с душем, сука, который не раба? А Витя Казбан, который баллотировался, он знал ответы на эти вопросы. То есть там, ну, все было хорошо отрепетировано. И он выиграл выборы. И прошел месяц. И он нас собирает всех и говорит, пацаны, я понял, что вы отстаете. Вы свои хихи-ха-ха, танцы, песни, КВН. Я серьезный человек. Я иду вверх. Я поднимаюсь по ступенькам и не оступаюсь, а вы где-то внизу. Вот он нам вот так в открытую это сказал. Тогда была, наверное, какая-то грань, когда мы могли подраться. Но мы все просто встали и сказали, ты не охуенно. Спустись на землю, дядя. Ты это просто студрада факультета. Ты не президент страны и не близко даже. Ну, то есть не придумывай себе. И благодаря откровенным разговорам мы очень часто умудрялись не упустить команду и не развалиться. У нас был капитан, который в какой-то момент поймал звезду и начал говорить, как я скажу, так и будет. И пришлось его тоже успокаивать, чтобы... Ну, потому что были разные ситуации. Но настолько хотелось играть вместе, настолько было комфортно, что просто ты понимал, что если он уйдет, потеряется вся магия, которая есть. Потому что каждый занимался своим делом, каждый знал, что он делает. У всех была роль. Это чудово. Я думаю, что именно так и творятся результативные команды. Да. Потому что я свой комплект так и не нашел. Дима Гарнизон. Та людина, с которой мне комфортно работать, но дуэт у нас так и не вышел. Но вы нашли себя оба в стендапе. Да. Мне кажется, это лучший урок, который вы прошли благодаря учениям этим в КВН. И мне в стендапе больше нравится то, что Лига смеха – это формат, который нужно смешать, как многого больше. Не просто заработать баллы. Ну так, но более широкоформатный юмор, гумор на большую культу. Для всех. Для всех. Нужно было и другие рубашки брать на игру. Да, тебе скажут, гумор на рубашке, понимаешь? Ну то есть ты шутки не написал, те, которые надо было, что ты не ходил на реп. Но когда говорят, надо писать всем, я признаюсь честно, наверное, лучшие форматы материалов, которые были, их обычно писал один человек. Вот у нас там, допустим, мы писали первую часть вместе, но все равно какие-то диалоги, сцены писал кто-то один. Садился, прописывал. Если говорить про вторую часть, были номера, которые Зарба просто говорил, я закрою этот номер сам. Он уходил, закрывался, приходил к нам с готовым номером, который мы просто уже дорабатывали, на ногах доживляли. В КВНе всегда было так. Было каких-то несколько основных авторов, и все остальные, они не обязаны были много писать. Но они обязаны были присутствовать на репетиции и делать то же самое, что делает главный автор. Не потому что ты должен писать, а потому что тогда будет командная работа. Когда каждый понимает, что я не один это делаю, есть все, и все за моей спиной. И вот, если говорить о рекомендации, как сохранить команду, как смотивировать главного автора или главного капитана делать все, это делать все, что он говорит, и стараться показывать, что это не потому, что это через силу. Стараться это делать искренне. То есть если, вот я признаюсь честно, первые два курса я ходил и говорил, я не автор. Я не пишу шутки, я объявляю миниатюру. Я актер. Я актер, да, я объявляю миниатюру, мне все равно. А потом когда-то я понял, что я этим очень сильно разрушаю команду. Потому что все собираются и пишут, а я хожу, курю, пью кофе, там, с девками гуляю. Ну, то есть... И я начал писать, и это начало получаться. И причем очень удачно. Само так и народила серява и любила тебя. Нет, это... Вообще не знаю, как ты это знаешь. А, а я могу сказать... Это наш первый курс, первое выступление. Да, я знаю. Второй курс, первое выступление. Я знаю, я был на песочку какому-то после концерта, где ты сказал, что... А потом народжуется Рева, я любила тебя. Я Рева, я любила тебя. Да, да. Я Ревом напоила коня. Нет, теперь коня у меня. Я Рева разлюбила. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй. Чувак, это был хор МВД, где я был геем, который почему-то был руководителем этого хора. Ну, тогда это никто не думал объяснять. Знаешь, тогда нам никто ничего не объяснял. Мы просто такие, у нас есть приколы. Надо как-то их объединить. Димон, давай ты будешь геем. Вот я помню, как это прозвучала фраза. Самое смешное, мы сидим, это первая команда. Нам говорят, только форму найдите и придумайте название. Мы такие, так, у нас 4 с Иоанна, 4 с Иосу. Мы будем 4 на 4. Опа. Хорошо, надо это объяснить. Как мы это объясним? Никак не объясним. Давайте оденемся по-разному. Давайте. Я говорю, давайте Иосушники... У меня была рафатка. Я говорю, Иосушники будут в черной рубашках, в белой футболке, в черных штанах и в белых черных рафатках. Прикинь, мы тогда в натуре выступали в рафатках. Ты знаешь, что такое рафатка? Нет, я не знаю. Я только хотел на тебя спросить, я даже не уявляю. Когда-то это было очень модно. Мода эмо принесла эту хуйню. Черно-белая шахматная доска желательно или какой-то рисунок. И это был такой платок, который ты вот так обвязывал, вот такой воротник и вот такая арабская штука такая. Блин. И мы думали, что это ну прям вау. Я галстук. Если я сейчас бы показал вам фотку, вы бы сказали вообще, что не могли люди адекватные так одеться. А вторые говорят, а мы оденем футболки, черные пиджаки и завяжем шарфы винзером. Ну вот этот одинарный, понял? Когда ты складываешь пополам, просовываешь и затягиваешь. Ну мы были как просто сборище долбов. Таких именно отборных. И мы выходим и говорим, мы четыре на четыре. Вот. И я резко начинаю говорить, всем привяу. Понял? Просто, ну вот, ну просто. Я только что нормально говорил, а тут такой, всем привяу, это хор МВД, блядь. Понял? И пересматривая это, конечно, это жутко. Но тогда оказалось будто, понял, вот тогда в тот момент мы могли распасться. Потому что мы проиграли игру и заняли последнее место в игре вместе с командой «Скоти не снилось» и командой «Уран». Вашим стариком Никитой Данильченко была команда со странным юмором. И тогда руководитель КВН Матищук сделал ВКонтакте голосование, кто пройдет. А у меня была такая интересная история. Я когда-то накрутил себе благодаря скрипту кента айтишника, я накрутил себе. Я рассказываю тем, кому сейчас больше 30-ти, короче. Была такая штука ВКонтакте голоса, рейтинг. Люди платили смски, отправляли, у них повышался рейтинг. Чем выше у тебя рейтинг, тем выше ты в поиске. То есть если у тебя большой рейтинг, ты в списке, когда нажимаешь «Друзья», ты всегда первый у всех друзей. У меня был такой уровень рейтинга, что если пишешь в поиске суммы, я на первом месте был. Вау. Ну, чувак. Вот с чего начинается популярность, люди. Да, с накрученных 4500 подписчиков и с 3000 накрученных друзей. Из которых там 120 мои друзья, которых я знаю. И я такой, ребята, а зайдите, проголосуйте за команду 4x4. И мы выигрываем голосование просто благодаря случайным людям, которые даже не знали, что такое КВН команда 4x4. Мы выигрываем. И благодаря этому мы остались живы, потому что мы были готовы распадаться. Потому что мы не понимали, что делать. Нам никто ничего не объяснил. И случай заставил нас остаться. И если говорить о том, как, ты говоришь, не нашел свой коллектив, я всегда думал, что мой коллектив — вот эти первые пацаны. Но в итоге успеха я добился совсем с другими ребятами. Из них из всех только Руслан Зарбалиев из того первого состава. Коллектив — это иногда, когда не только общая цель. Коллектив — это когда ты можешь проживать вне репетиций время так же весело, как и на сцене. И когда на репетициях вы можете так же весело проводить время. Когда вы ссоритесь, вы смеетесь с этих ссор. Понимаешь? Романтика. Я не скажу тебе, что плохо, когда у тебя команда — это твоя студ весна. Потому что в отличие от Лиги Смеха, КВН или всего остального, здесь у тебя полтора часа того, что ты хочешь. Тебе не надо пять минут готовить и ходить к какому-то дяде, который тебе говорит, нет, да, я бы не думал. Все, что ты придумал с коллективом — вот твоя возможность. Поэтому я считаю, что лучший тимбилдинг — это концерт студ весны. Это правда. А в целом, мне кажется, в студ весне есть одна большая проблема, в нынешней, в том, что команды, которые играют, молодежь, которая сейчас есть, они все почему-то до сих пор убеждены, что надо делать так, как когда-то кто-то делал и у кого получалось. Я не спорю. В 2014 году, когда мы не выиграли студ весну, я зашел в гримерку в первую. Я был тогда уже организатором студ весны. То есть я играл, но уже организовывал. Но я, понятно, был честен, я никогда в жизни не смотрел ни баллы, ни подтасовывал. Но это и невозможно. Все пишут. Чтобы ты понял, в первой гримерке вот так все оценки ставят, заворачивают конверты, никто не видит даже, кто сколько кому поставил. Я зашел в первую гримерку и сказал, выиграли ребята. У меня был ситком первая часть. 40 минут статичной картинки с шутками. Выиграли типы, которые показали первую часть просто. Просто диалог. И вторую часть показали. У нас был прописанный конферанс радио. Если весь конферанс просто без номеров убрать, это будет длиннее, чем любой концерт студ весны за последние пять лет. Это было плотно, по юмору. То есть это было очень смешно. Но мы не выиграли. И я сказал тогда, это был перелом момент, когда я сказал, с этого момента вы должны понять, что студ весна юмористического формата умирает. Потому что с каждым годом, когда команды будут приходить, молодые люди, они будут говорить, а кто выиграл студ весну? И будут говорить, ну вот эта команда, а покажите их концерт. Они будут смотреть концерт и видеть лекала. То есть видеть, как победить. Вот так надо побеждать. И тогда я никого не обвиняю. Наоборот, я очень люблю всех пацанов. И наоборот, они мне очень сильно помогали, они меня заряжали. Я проигрывал и хотел еще больше, и хотел выигрывать еще больше. Они меня мотивировали. Но тогда произошел тот момент, когда люди перестали смотреть концерты, в которых все было супер смешно, и начали понимать, что можно выиграть ровным концертом. И тогда появилась фраза «Ровный концерт». Когда просто все хорошо, без лаж, красиво и точечно. И вот, мне кажется, современное поколение должно просто не смотреть столь же сну, которая была. Нет, концерт стариков обязаны посмотреть все. Потому что это просто классно, но актуально всегда. Что-что? Ссылочка в описании на концерт стариков. Вау! Почему я так говорю вообще? В БК? Да. Да, да. Где-то в MySpace. Заходите в MySpace или в мой живой журнал. Значит, короче, и мне кажется, нужно не смотреть концерты. Не нужно думать, как раньше готовили. Не нужно, если у вас там, нам надо песню, потому что вот она раньше была. Нет, делайте песню, если есть вокалисты, если есть кому спеть. Делайте танец, если есть кому танцевать. Придумайте другой формат. Ну, не нравится вам первая часть? Придите и скажите, мы убираем первую часть. Уберите ее. То есть делайте полтора часа номеров с конференцем, с перерывом между пятью номерами. Ну, то есть теперь зависит все от молодежи. И мне кажется, что нужно понять, что, опять, есть проблема, как и в КВНе, когда разница между поколением на сцене и в жюри очень огромная. Это пропасть в 30 лет, в 20 лет. Это очень большая разница. И когда даже сегодня там чувак говорит, у него прическа как у Наруто про Марко, у меня Пушкин спрашивает, про кого? Кто? Что такое Наруто? И мне пришлось еще три минуты объяснять ему, ну, это аниме. Там такой чувак, он тоже с белыми волосами. Ну, просто, ну, не то, что он прямо на него похож. Ну, просто, там, шутка в этом. Забей, короче. Ну, то есть я не имею в виду, что, ну, надо, там, типа, теперь омолаживать жюри или еще что-то. Жюри живет по принципу, к радости. Они живут по принципу, когда, как Вагон говорит, я не даю оценку к чему-то конкретному. Мне показывают номер, я оцениваю номер. Мне все равно, что до него, что после. Я смотрю номер. Вот он есть. То есть проблема не в жюри. Проблема в том, что надо не сокращать путь с жюри и пытаться вставлять песню «Любите девушки». Просто потому, что в жюри кто-то есть, кто, блин, родился и жил, когда ее придумали. Не поэтому, а потому что нужно омолодить себя для зала. Надо понять самую главную вещь. Если ты сам не можешь посмотреть концерт другой команды, или если ты сам не готов сидеть полтора часа, или ты выступаешь и готовишь концерт, понимая, что ты не захочешь его пересматривать, не нужно его делать. Сделайте то, что вы захотите пересмотреть. Сделайте контент, от которого вы кайфанете и на сцене, и после. Когда вы начнете делать то, что вы хотите, и начнете быть уверенными в себе, я вам гарантирую, и зритель вернется. Зритель не ходит, потому что вы сами показываете то, что вам самим... Ну, впадло показывать, соромно, и надея, и надея. Ты такой, ну, а что, надо что-то показывать. Или, типа, я часто слышал фразы раньше, это, да вообще, зачем это первая часть, это театр, мы не актеры, зачем мы будем играть? Не играйте первую часть. Покажите вместо первой части стэм. Я тому сподіваюся, что не будут на ту весну, которая будет в этом году, что-то способствовать штучно создавать команды институтов, которые не брали участие в студии осени. Очень надеюсь, потому что иначе мы просто будем проживать полтора часа ужаса, стыда, ну, в этом нет смысла. Так, если нет молодых на факультете, которая готова, которая рвется что-то сделать, то она, ну, нафиг не нужна, эта команда. И, наверное, еще то, что в конце хотелось бы сказать. Я слышу часто фразу, там нет стариков, поэтому у молодежи не у кого учиться. Ну, ни у кого не было. Давайте честно, я признаюсь честно. Возможно, когда-то вам расскажут историю какие-то люди старше меня или моего возраста, которые скажут, да, у нас были старики, без них мы бы ничего не поняли. Каждый ваш концерт – это то, что нужно прожить и понять. У вас есть целых пять лет, поверьте мне, клянусь вам, я, возможно, выиграть три кубка подряд принесет удовольствие. Но я знаю, у меня друзья мои, они выиграли три кубка подряд. Я не могу сказать, что их жизнь изменилась или они преисполнились и прожили сто тысяч лет на этой планете. Нет. Кайф только во время первого кубка. Потом, второй раз ты выиграешь, ты такой, ну, это было закономерно. Или, вау, мы выиграли, прикольно. Вы выиграешь третий, ты такой, да, мы сделали то, что не делали многие. И вот здесь магия разрушится. У вас есть пять лет, чтобы сделать один концерт, но такой, который захочется пересматривать. Не делайте пять таких, потому что у вас не получится. Сделайте один, но такой, который, как концерт стариков по ссылке в описании, можно смотреть и показывать людям очень долго. Так. И когда у нас будет много сильных команд, я хочу дочекаться этой интриги. Понимаешь? На галке. Десять команд. Да. Да. Даже пять. Понимаешь? Пять команд, но у всех чудови концерты разные боки. Кто-то это сделал, кто-то этого не сделал. И ты не знаешь, реально не можешь думать, ну, вот эти, а вот эти. Або все пять могут побороться за первое место. Слушай, ну круто, круто, когда даже жюри не знают. Угу. Я знаю, что была такая студвесна, когда из десяти команд у шестерых был такой концерт, когда члены жюри были уверены, что кто-то из них, ну вот там у каждого был свой фаворит. А в итоге выиграл вообще там, на десятые, на сотые выиграла команда. То есть там реально разрыв был вот такой. Или там, я помню, когда студвесна, это команда, одна команда и Кит. Там две команды, которые ездят, играют в КВН по всей стране. Там в пять лигах, в пяти лигах играют. Команда Имо, это Дразные, которые играют в Comedy Battle. Это пацаны сборной друзей, которые играют в КВН, в сборной Нао. Они играют просто в КВН, они неопытные. Это мы, которые играют. Это там на то время Акаи, там это Топор, Горох, Гвозь, которые в три разные. То есть это, ну, тогда такой был уровень кача, понял, юмористического, собственного, что реально каждый концерт казался чемпионским. Ну, практически каждый. Была гра мускулами каждый концерт. Да, вот там уже, да, там ты как ты накачался, как ты прокачался, так ты и покажешь себя, кроме первой части. Первая часть-то была всегда у всех вот эта озноба. Потому что, ну, ты всегда пишешь юмор, а тут тебе надо юмор, но 30 минут. А оно сложно. Ты его пробуешь, не получается. Такой, хорошо, я сейчас сяду и напишу про рак первую часть. Что все, все ху*****. Ну, это я образно, я имею в виду трагедию. Драма, трагедия, смерть, убийство. Что там еще? Ну, спид. Я помню мой ужас, 2009 год, Пантомима. Был такой жанр. Пантомима и Акаи. Начинается она с того, что играет песня Клаксонс. Давай воспроизведем это. Мне пишут, ты на подкасте или телок там ищешь. Понимаешь? А, мне тоже пишут до речи. Хорошо, мы уже, в принципе, заканчиваем. Сейчас, я включу эту песню. Точеный ранок, слушай. Вот эта песня? Нет. Сейчас. Вот эта песня играет. Ага. А теперь рассказываю. Значит, сюжет. Выходит топор. Он без волос, он лысый уже на то время. Выходит Юлия Тимошенко. Они что-то... Они та-та-та, разговаривают о чем-то. Веселятся, окружатся. У них все здорово. И тут в какой-то момент он ее отталкивает, разворачивается. Заливается красным цветом сцена. Включается вот эта музыка. И он поднимает табличку, на которой написано «Спид». Да мы тогда вообще, мы были... А чего она заснула тогда? Чтобы ты понял, это мой первый курс. Моя первая студвесна. А я вижу такой номер и думаю, а здесь... Так, серьезно? Все. И он там, табличка спит. И от него все отворачиваются. В конце она единственная, кто его принимает. Типа, все хорошо. Но! Я три минуты назад орал с этого лысого. Он показывал мне какой-то прикол. Понял? Ну там, юмористический номер. А тут такое. И тогда мы себе сказали, все. Ну, максимально. Первая часть это максимум. Место, где можно что-то прям такое супер грустное. Во второй части, да, может какой-то монолог. Но лучше же смешной монолог. Даже эту грустную первую часть можно же вывести на позитивную ноту. Даже не на слезу, а просто на то, что все хорошо закончилось. Просто пригоду сделать. Да, ну и так, чтобы оно закончилось, понимаешь, под хорошую музыку с хорошим лицом. А не как сегодня вроде Никита как бы молодец, все у него хорошо. Но он выходит говорить эту коду. На лице написано, ну жизнь говно, смерть. Я айтишник-неудачник. Я ничего не добился. Мой проект, блядь, еле-еле. Для меня просто за час пандемии в офисе начали працювати, понимаешь? Да, я понимаю. Больше жизни говно. Блин, я ж теперь шарю. Буду жартувати про кулер зі сцены. Это круто будет. Причем это натуре такая событийная шута. Без дезреспекту, хлопцы. Чудова перша. Нет. Не пробачивайся. И причем, что я не могу сказать, что я писал супер круто в первой части. Я там горжусь этим. Но все-таки хотелось, ну хочется приходить и не думать о том, какая жизнь дерьмовая. Понимаешь? Хочется приходить и понимать, что в этом ЦКМ здесь жизнь остановилась и живет только хорошо. Поэтому я всем рекомендую, если у вас есть возможность, старайтесь писать шутки, которые вам приносят удовольствие. Старайтесь писать шутки о себе, про себя, про свое окружение. Старайтесь оживлять эти шутки. Прошу вас, не учите текст от сель до сель, слово в слово. Добавьте в него жизни. Звучит там фраза, ой, привет, что ты делаешь? Вот добавьте в него, ну, здорово, что-то сделайте. Привет. Как у тебя дела? Все здорово? Все отлично? Чем ты занимаешься? Добавьте жизни в диалог. Пожалуйста, я вас умоляю. И я вас очень прошу, чем больше шуток, тем больше зрителя на концерте. У вас такая сложная конкуренция. Я понимаю Пушкина, который говорит, вот в мое время билет платный, сука, был. Так люди на ступеньках сидели. И то, не каждого пускали. Да, в мое время я там играл свой концерт крайне официальный, чемпионский. Мы играли с полным залом, с посаженными ступеньками. Везде люди были. Везде. Ну, мы играли и в КВН. Мы тянули публику отовсюду. То есть, у нас были друзья из других универов. КПИшники приходили смотреть на нас, потому что мы у них выигрывали. Они такие, что они там делать? Ну, в целом, с тут весна как-то была известна. К НЕУ, КНТУ. Многие универы приходили. И зритель был. Но сейчас, когда зритель может зайти и этот час... Я не знаю, залипает ли кто-то сейчас час в ТикТоке, если ему не 10 лет. Но, допустим, ты этот час залипаешь в ТикТоке, и ты получишь раз... В разы больше, чем на концерте. Так. У вас конкуренция с ТикТоком, с Инстой. Да ладно, зачем мы говорим? С шоу-шторки, что было дальше, и громким разговором, я не знаю. Даже, я себя знаю, полтора часа пройдут для вас веселее и для зрителя, чем то, что вы хотите ему донести. Потому что, ну, если... Если вы не можете посмотреть на свой концерт и сказать, что я бы посмотрел свой концерт, вот, сидя дома, в Ютубе, вместо я себя знаю, не знаю, с Славой Комиссаренко, значит, это хороший концерт. Если вы понимаете, что вы из него сможете посмотреть 5 номеров из 10, а все остальное нет, это хороший, нормальный концерт. Но если вы понимаете еще за месяц до концерта, что это... Столько мата, извините. Я не знаю, пробуйте переписывать, пробуйте все переделывать. Я знаю о том, что иногда риск оправдывается и кайфа больше, когда ты выходишь на сцену, и ты не знаешь, как сработает номер. Это риск, и вот он получается. Это такое удовольствие. В общем, подытожить? Так. Можешь подытожить, после моего остального запитания? Конечно. Старик, чего постут в весне? Она та, она та, потому что я вижу заряженные лица, я вижу счастливых людей. Я вижу кайф после каждой команды. Я вижу удовольствие и радость на лице даже тех, кто выступил не очень, и он знает о том, что он выступил не очень. Студ весна та до тех пор, пока на сцене будет хотя бы одна команда, которая хочет в нее играть. Не слушайте никого, кто пытается убедить вас в том, что Студ весна перестала быть актуальной. Я согласен, название, возможно, имеет свойство быть не таким уж современным. Студ весна. Она попахивает самодеятельностью, творчеством. Но это единственная площадка в единственном университете в стране, где вам дают возможность сделать все, что вы хотите, и вас за это никто не накажет. Никто не скажет плохого слова, кроме жюри, которые по факту, как и оценки, никак не меняют вашу жизнь. Кубок – это сиюминутное удовольствие и восприятие духом, поднятие самооценки и морали, которое закончится, как только об этом забудут все, кроме вас. Поэтому суть не в кубке, а в том, чтобы через пять лет, когда вы, не знаю, там, встретите любимую женщину, и она спросит вас, чем вы занимались, вы сможете показать ей свой концерт, и она не захочет его перемотать. Это чудови слова. Спасибо тебе, что ты пришел и мы так с тобой чудово посидели и поспілкувались. Мне было очень приятно. Спасибо, Лешко. И по-плоски, ты тоже молодец. Подписывайтесь на канал LifeNow. Так, смотрите, значит все серьезно. Если хотите, чтобы эта штука продолжалась, даже если у вас 50 человек всего, если каждый из вас поставит лайк, если каждый из вас репостит, каждое видео, каждый подкаст, который выходит, для вас это не стоит ни капли, а для тех, кто это делает, возможно у них появится больше любящих аудиторий. Комментарии обязательно пишите, нам интересно, но на два комментарии сложно ориентироваться. На твои и на Поплавского. И там кто из гостей приходит, вау, было здорово, я так классно посидел. Напишите, на какой минуте вы уснули.